Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня время пустых баночек за январь месяц. Все, что касается декоративной косметики, мы с вами обсуждаем в Project Penny, поэтому в этом видео у нас с вами только уход. Начинаем! И как всегда мы с вами начинаем по порядку. Конечно же, в зависимости от того, закончился я у меня или же нет тот или иной продукт. Очищение и да, у меня закончился продукт для снятия макияжа. Это лимитированная коллекция от бренда Catrice и это была коллаборация с Disney. У них в этой коллаборации вышел бальзам для снятия макияжа. И в принципе, с учетом того, что этот бальзам стоил 5 евро, это был замечательный продукт. Здесь всего лишь 50 миллилитров и это единственный минус этого бальзама. Хорошо смывает макияж и никаких моментов неприятных я за ним не заметила. Единственное, что здесь есть одушка и не факт, конечно, что вам эта одушка понравится. Пахнет скорее медом, притом приторно-сладким медом. Поэтому, если вы не любительница такого, вам, конечно, не понравится. Насколько я помню и насколько я видела, еще эти бальзамы доступны на официальном сайте. И если вы живете в Европе, в принципе, можно заказать этот продукт. Особенно с учетом того, что он не стоит большие деньги и с макияжем он отлично справляется. Говоря про гелевые подводки, все прекрасно он смывает. Переходим с вами к умывалкам. И здесь будет один невообразимый аутсайдер. Это продукт из адвент-календаря P.LUIS. И это просто какая-то ерунда. По-другому я это сказать не могу. Здесь 100 миллилитров продукта. И, во-первых, здесь неудачная упаковка. Здесь нужно поворачивать вот эту вот штучку. И как только вы включаете, вы переворачиваете упаковку. Начинаете выдавливать продукт. И у вас изначально вылазит слишком много продукта. И проблема в том, что из-за этого получается очень большой расход. Но это не единственная проблема этого продукта. Этой умывалки для лица. Она совершенно не пенится. И, в принципе, с этим тоже можно жить. Но она плохо умывает. То есть, условно говоря, если вы используете бальзам, создается ощущение того, что бальзам до конца эта умывалка не смывает. Поэтому мне определенно точно не понравилось. Не вижу никакого смысла от этого продукта. И, к счастью, это лимитированная коллекция, которая относилась именно к адвент-календарю. Как-то, если честно, с P.LUIS у меня пока что не задалось. Мы, конечно, с вами будем тестировать декоративную косметику, которую мы находили в адвент-календаре. Но я уже использовала соль для ванны, вот этот продукт. И еще периодически использую бронзатор для тела. Ну, вообще, это просто жидкий хайлайтер в виде крема. И он мне тоже не очень сильно нравится, потому что он безумно жирный, безумно липкий. И сразу же переносится. И какого-то там вау-эффекта подсвечивания тоже нет. В общем, пока что у меня отрицательные негативные впечатления от бренда P.LUIS. Я надеюсь, только декор у них хороший. Едем дальше. И закончились вот такие вот две малышки. Это Элемис Pro Collagen Cleanser. И я, наконец-то, его попробовала. С учетом того, насколько часто этот продукт кладут в адвент-календаре и бьюти-боксы, я только до него дошла на пробу. И он мне понравился. Очень неплохая умывалка, которая действительно справляется. Которая хорошо смывает остатки бальзама. Которая хорошо смывает мицеллярную водичку, если вы вдруг ее используете. Немножко пенится, но не сильно. И, в принципе, умывалки не должны сильно пениться. Здесь есть легкая, ненавязчивая одушка, но она не сильно раздражает. И она достаточно быстро улетучивается. Мне понравилась хорошая умывалка. Еще одна малышка от бренда P.LUIS Choice. И это уже умывалка салициловой кислотой 2%. Во-первых, у нее очень маленький расход. Достаточно горошина. Она чуть-чуть пенится. И вот пена у нее не очень агрессивная. То есть нет ощущения того, что вы нанесли этот продукт. И у вас кожа просто пересушенная. Сразу же, как это иногда бывает от продуктов с кислотами. Нет, здесь все хорошо. Здесь нет эффекта пересушенности. Кожа чувствует себя хорошо. P.LUIS мне тоже не сушат, но это все-таки больше индивидуальная реакция. Поэтому гарантировать того, что не будет сушить вам, я, к сожалению, не могу. Тонер от бренда Santa Verde. Наверное, как-то так. Это Привет Beauty Box. Этот тонер стоит каких-то безумных денег, но он мне понравился. Очень хороший тонер, который хорошо увлажняет. Очень классное распределение. К всему прочему, здесь стекло. Хватило его где-то на полтора месяца использования. С учетом того, что я его использовала и утром, и вечером. Очень сильно понравилось. Но из-за стоимости я бы, конечно, покупать... Перепокупать его не буду. Плюс у меня есть другие тонеры на данный момент на пробу. Но вообще продукт действительно очень и очень даже хороший. И в принципе, этот тонер можно использовать без сыворотки. И просто закрывать кремом. И в некоторых случаях этого будет более чем достаточно. Но тут, конечно, все очень сильно индивидуально. Переходим с вами к сывороткам. И тут будет такой интересный момент. Это линейка новая от Dior. И это, как вы понимаете, пробники. И линейка называется Capture Total. Вообще, мне эта линейка пришла как тестеры просто. Ладно, расскажу по-другому. В общем, в Германии есть интересная такая вещичка. Можно иногда отлавливать различные тестеры и быть подопытным. Давайте скажем так. Ну, я, конечно, шучу. И суть в том, что вам могут прислать на пробу какой-нибудь пробничек в 5 мл. Или там в 2 мл. И вот таких вот дорогих брендов. Мне попалась реклама именно вот этого продукта на тестирование. Я такая, мне надо. Давайте-ка попробуем. И вот они ко мне пришли. Пришли, конечно, они очень красиво. В такой вот прям слегка рекламной упаковке. И здесь 5 мл серума для лица. И 3 мл было серума для зоны вокруг глаз. Простите, извините, мне не понравилось. Мне понравилась текстура. Но сейчас объясню, почему мне не понравилось. Давайте начнем, пожалуй, с серума для зоны вокруг глаз. Потому что я им сразу же начала пользоваться. И мне было интересно, делает он что-нибудь или нет. Здесь очень приятная консистенция. Это очень легкая сыворотка, которая классно впитывается, отлично распределяет. Но она какого-то вау-эффекта, во-первых, не дает. Во-вторых, здесь очень много светоотражения. За счет которого вам кажется, что морщинки на зоне вокруг глаз разгладились. То есть она больше срабатывает как декоративный элемент. Это имеет право на жизнь, но с точки зрения пролонгированного эффекта не факт, что вы его увидите. Но консистенция очень приятная, очень прикольная. И вот мне, наверное, сыворотка для зоны вокруг глаз понравилась больше. Потому что сыворотка для лица как будто бы содержит немножечко спиртика в составе. И когда вы ее наносите на лицо, создается ощущение, что этот спирт начинает испаряться. И я чувствую это глазами всегда. И чем больше спирта в составе, тем сильнее я это ощущаю. Я, например, не чувствую спирт, испарение спирта в тональных основах. Но в сыворотках я чаще всего чувствую, а еще сильнее я чувствую, когда, знаете, маски, пленки, которые начинают, когда застывать, спирт начинает испаряться. И просто глаза сходят с ума. Вот есть легкое ощущение спиртика. И этот момент мне не очень сильно понравился. Но вообще текстура очень прикольная, легко впитывается. И она достаточно легкая. Какого-то вау-эффекта я не заметила. Ну, сами понимаете, 5 мл и 3 мл. Чтобы действительно увидеть какой-то реальный эффект, нужно пользоваться минимум 3-4 недели. А этого на 3-4 недели не хватит. Из плюсов у меня не было абсолютно никакой реакции. Кстати, здесь есть ароматизаторы. Притом такой классический люксовый ароматизатор. Поэтому, если вы аллергик, вам скорее всего не понравится. Едем дальше. И кое-что побюджетнее. Конечно, это же не Диор. Это Innes Free. И это сыворотка, которая у нас с вами с зеленым чаем. Она мне понравилась. Очень хорошая сыворотка. Эта сыворотка такая слегка легкая. Сыворотка-водичка. Отлично впитывается. Отклассно распределяется. Неплохо увлажняет кожу. Но если у вас очень сухая кожа, мне кажется, что этого будет немножко недостаточно. Очень даже хорошо. Я не увидела никаких нюансов. Возможно, кому-то не понравится отдушка. Но, по-моему, пахнет просто зеленым чаем. Но тут тоже, знаете, это все очень индивидуально. И у некоторых может быть реакция на такую отдушку. А у некоторых может быть реакция на другую отдушку. У меня, например, часто бывают реакции, но на очень сильные отдушки в составах. Но, в общем и целом, мне понравилось. И с учетом цены вдвойне приятно. Еще одна сыворотка, но на этот раз на зону декольте. Это, привет, по-моему, Glossy Box. И бренд, который называется Мира. Нормальная сыворотка на зону декольте. Но, честно сказать, можно просто взять масло для тела. Эффект будет очень сильно похож. Это сыворотка на основе масла. Она неплохо впитывается. Но, да, она дает немножко такой жирноватенький эффект. Хорошо распределяется. В принципе, хватает надолго. Окей. Почему бы и нет? Ну, как-то больше сказать я про нее просто ничего не могу. Вот и все. Крем для лица, но с вами будет только один. Зато супердорого, супербарат. Августин Бадер. И это именно классическая версия крема. Не The Rich Cream, а именно просто The Cream. И эта версия мне понравилась. Ну, вот как-то так. При этом с Rich Cream я его как-то пробовала. Он мне не очень сильно понравился. Он для меня был плотноватый. И мне кажется, что он вызвал легкую реакцию у меня на лице. Но у меня есть еще The Rich Cream. Я его обязательно попробую. Для того, чтобы просто убедиться, подходит он мне или же нет. Эта версия мне понравилась тем, что это легкая консистенция. И несмотря на то, что вы выдавливаете, условно говоря, две помпы или три помпы, вам хватает на лицо, на шею и частично снимается на зону декольте. Этот крем очень хорошо увлажняет. И вы действительно чувствуете, что он очень классно увлажняет. Но цена какая-то безумно высокая. Здесь 15 миллилитров, но его хватило на месяц. Я его использовала, по-моему, только на ночь. Очень сильно зашло. Я удивлена. Потому что не всегда дорого значит классно. И не всегда дорого означает, что вам подойдет. Переходим с вами к маскам для лица. И закончились две. Это The Body Shop. И это очищающая маска. По-моему, она с глиной. Ну так. Классическая очищающая маска. Предупреждаю, что здесь есть еще какие-то крупные частицы, которые очень въедливые, которые потом очень тяжело смыть с лица. Но вообще маска работает. Ну, мне кажется, что для своих денег она... Ну так. Ничего сверхъестественного. Просто классическая маска, которая хорошо очищает, в принципе, поры. И я предупреждаю, что так как эта маска с глиной, конечно же, она застывает частично. То есть этот момент нужно контролировать. И, конечно же, так как она застывает, она может со временем немножко начать подсушивать кожу. В принципе, окей. Почему бы и нет? И это, наверное, один из немногих продуктов от The Body Shop, который мне понравился. И еще один продукт из Адвен календарей. Вообще, как оказалось, у меня три штуки таких масок. Это третий. То есть осталось еще две. Я удивлена. Ну, как есть. И это все, мне кажется, улов именно 23-го года. Это маска от бренда Evalon. Я надеюсь, я правильно произведенесла. Это, по-моему, английский бренд. И она и хорошая. Она реально классно очищает. Но здесь запах трав. И ощущение того, что вот вы зашли в аптеку, и где-то что-то там разлилось или еще что-то. И вот этот классический аптечный запах даже как будто бы пахнет немножко то ли валерьянкой, то ли чем. В общем, если вас не смущают настолько ярко выраженные травянистые ароматы, в принципе, почему бы и нет? Потому что маска работает, и у нее не очень большой расход. Но есть такой момент, что она как будто бы внутри может немножко расслаиваться, поэтому ее обязательно нужно перемешать, чтобы не было такого, что часть продукта выходит плотно, а часть продукта выходит как водичка. Рассказываю про это, потому что у меня вот была такая ситуация, что вроде я пыталась выдавливать, у меня выходила только вода отдельно. В принципе, почему бы и нет? Очень даже неплохо справляется и очищает. Но я тоже предупреждаю, что здесь, судя по всему, в составе есть глина, и продукт схватывается, и может немножко подсушивать кожу. Переходим с вами к волосам. И первый продукт это пробник от бренда Кристоф Робин Hydrating Cream Scrub. То есть это у нас с вами скраб для кожи головы. Честно сказать, классическая версия, вот эта мне нравится больше, потому что с точки зрения очищения, именно синенькая версия очищает гораздо-гораздо лучше. Это такой слегка базовый скрабик, который немножко работает именно как скраб, в то время как вот синенькая версия, там в основном очищает именно консистенция, в которой находятся скрабирующие частицы, а скрабирующие частицы это так, по боку немножко, потому что они очень крупные, и конечно же, они именно скрабировать ничего не могут. Здесь ситуация немножко другая, здесь скрабирующие частицы очень мелкие, но консистенция в которой находятся эти частицы она не пенится и она как таковая не очищает кожу головы тут продукт работает исключительно за счет именно скрабирующих частиц для себя я бы скорее сказала нет чем да шампунь который мы с вами находили в глоссе бокс и я после того как начала им пользоваться поняла что мы его уже с вами пробовали и мы уже с вами находили в бьюти боксе от глоссе бокс потому что он мне все так же не понравился у него очень большой расход он плохо пенится плохо вымывает кожу головы и плохо мы вымывают голову волосы и если условно говоря вы сделали какую-то прическу и вам нужно смыть стайлинг три раза я вымывала этим шампунем волосы чтобы они действительно вымылись мне не очень сильно понравилось и для себя я бы не стала его перепокупать стоит он по моему около 10 евро кондиционер от бренда антония x qx q и это неплохой кондиционер который действительно работает который хорошо разглаживает волосы и вы действительно видите эффект на следующий день потому что сейчас я пользуюсь кондиционером от ритус это такая фигня простите за выражение но как есть потому что кондиционер не работает как кондиционер и если я поверх и вернее вместе с ним не использую маску для волос у меня волос пушистые что бывает очень очень редко здесь ситуация другая можно спокойно использовать в комбинации шампунем и волосы у вас будут гладкие не будут путаться все будет нормально очень даже понравился этот кондиционер и кстати я его еще есть и на кисточках использовала я любых кондиционер использую всегда на кисточках чтобы они стали гладкими после мытья и вот этот кондиционер с кисточками круто работает очень классно их разглаживает так едем дальше продукт от бренда керастаж вообще это все в одном я его использовала и как маску какой-то момент и как кондиционер использовала и как защиту при сушке использовала мне понравилось очень прикольный продукт как кондиционер классно разглаживает волосы как маска неплохо питает просто так как здесь маленький объем я его по моему куда-то с собой брала и потом вернулась с ним обратно потому что полностью не расходовала и он реально работал и как маска и как кондиционер как термо я не очень часто его использовала больше я использовала еще а еще я его использовала на как не смываем продукт на кончике тоже классно работает хорошо разглаживает очень сильно понравилось хорошо безумно хорошо и теперь немного стайлингов своего рода батиста с большим кони я и начала пользоваться очень давно вы часто видите у меня либо батисту либо болею и на мой взгляд это плюс-минус одно и то же единственный нюанс этого продукта это белый налет все если вам нужно освежить голову более чем достаточно и если сравнивать болея и батиста то болея стоит 1.95 батиста стоит 3.95 евро а эффект на волосах абсолютно одинаковый но во всяком случае на мне вопрос конечно в одушке и все конечно же зависит от структуры волосы и каких-то особенностей но на себе я большой разницы не вижу поэтому если мне нужно будет купить сухой шампунь то я бы брала болею просто не вижу большой разницы пудра для волос от бренда taft я не уверена если эта версия еще и продается ли она потому что этой пудре мне кажется года три и она прекрасно работает единственное что здесь не очень удачный дозатор и слишком много продукта вы достаете и получается уже эффект перебор это единственный нюанс касаемо вот этих вот пудр очень круто когда пудра рассыпчатая и вы можете контролировать сколько вы наносите куда вы наносите вот с такими вот бюджетными такое к сожалению не прокатит но вообще пудра реально рабочие я сейчас взяла на пробу got to be их хочу вам сказать что got to be отвратная потому что вот этот автор работает гораздо лучше здесь хотя да здесь ужасный дозатор но не такой ужасный как у бренда got to be потому что вот тебе начинаешь немножко пытаться сыпать и тебе сразу так куча всего в общем совсем неудачно я еще взяла нормальную пудру с дозатором потому что что-то у меня то ли закончилось то ли я потеряла но я взяла на замену не на пробу а что я взяла я даже не помню когда увидите в пустых баночках тогда я расскажу переходим с вами к телу и гель для душа от бренда ритуалс и это legend of the dragon лимитированная коллекция рождества двадцать четвертого года прикольная одушка но она не очень стойка к сожалению и как оказалось здесь вообще-то внутри были блёсточки я про это не знала потому что когда я дошла до конца у меня место геля для душа начали вылазить блёсточки и оказывается если есть у вас вообще есть это для душа обязательно его потрясите чтобы блёсточки равномерно распределились и тогда у вас все будет блестеть вообще неплохо хорошо пенится основной нюанс этих продуктов от ритуалс когда выдавливаем оставляем на минутку на две без крышки обязательно оставляем без крышки чтобы носик у вас не забивался потому что пена несмотря на то что вы что-то там выдавили все равно частично продолжает выходить и продолжает пениться что самое главное и если вы сразу закроете у вас носик будет очень быстро забиваться на мой взгляд не самая удачная линейка с точки зрения стойкости одушки мусс для тела от риста у вас ну мне эти муссы не очень сильно нравится ну такое себе они не очень хорошо распределяется они не вау как впитываются да они вкусно пахнут это единственный плюс этого продукта но с точки зрения увлажнения я не стала бы перепокупать я взяла на пробу крем для тела от ритуалс тоже как-нибудь вам расскажу потому что он пока в запасах так как я пользуюсь чем-то другим сейчас ладно я помню чем я пользуюсь это куда ли я открыла и еще продукт от корейского бренда не помню название бренда но там крем для тела с гликолевой кислотой и по моему там еще и салициловая кислота и это обалденная вещь если у вас есть так называемые не так называемая гусиная кожа она у меня есть вот здесь на руках и это продукты которые реально работают и реально помогают частично избавиться от этой гусиной кожи если вы просто начнете использовать увлажняющие продукты для тела это тоже вам поможет но именно для того чтобы с точки зрения отшелушивания конечно лучше работают продукты с кислотами вот так двигаемся дальше еще один продукт из адвент календаря вообще практически все у нас с вами это адвент календари или бьюти боксы бренд вердон и это масло для ванны очень прикольная штучка очень классно пахнет она не пенится это что-то вроде дополнительного ароматизатора для ванны очень вкусно пахнет мне достаточно было трех-четырех капель и поэтому мне в принципе этих 55 миллилитров хватило надолго из минусов стоит безумно дорого но аромат просто вау и осталось у нас с вами не очень много продуктов это крем для рук ног и свечка начнем с крема для рук это корейский бренд который называется сиорис или сиорис я точно не уверен как он правильно читается это привет адвент календарь я ставил 22 года это восхищение потому что этот крем по моему стоит около 13 евро без скидок может 15 евро стоит во всяком случае он столько стоил когда мы с вами вскрывали адвент календарь и он классно впитывается он отлично увлажняет и напитывает кожу и не дает глицериновой пленки вообще совершенно вы не чувствуете что вы что-то наносили на руки вы чувствуете что у вас кожа такая увлажнёненькая мягкая но вот нет ощущения что у вас вот все катается очень здорово очень круто ко всему прочему здесь 50 миллилитров продукта и этого крема хватает надолго и мне он чем-то напомнил крем от брендом ссср во всяком случае по консистенции а на ссср стоит как бы здравствуйте не 10-15 евро бренд эвелин и крем для ног я люблю люблю продукты для ног от бренда эвелин в частности их кремом потому что они классные они круто впитываются и они реально рабочие эта версия 20 процентов церамидов и урея очень хорошо увлажняет очень хорошо впитывается нету ощущения жирности на ногах вообще нету никаких вопросов и проблем если вы никогда не пробовали кремы от эвелин генок попробуйте потому что соотношение цены качества это просто великолепие и если вы думаете взять не знаю там какой-нибудь крем условно говоря издаем если вы живете в германии и там будет тоже условно и те же 10 процентов урея возьмите эвелин потому что с точки зрения цены эвелин будет дешевле и работать будет лучше я купила в дм какой-то крем 10 процентов урея он не плохой но он стоит дороже чем эвелин и с точки зрения увлажнения и блин все равно работает чуточку получше и последний продукт на сегодня это свечка от бренда не он который называется вел а накширин это версия с лавандой жасмином и бразильским rosewood в общем вы поняли короче говоря свечка классная мне нравится но у него есть такой маленький нюансик если эта свечка долго стоит когда она стоит она неплохо пахнет но если она условно говоря стоит полгода год у вас и вы ее не зажигаете и потом резко начинаете ее использовать что она не так сильно пахнет как она пахнет самом начале то есть задушка немножко все-таки со временем выветривается поэтому имейте ввиду этот момент особенно если вы находили свечки в адвент календарях пользуйтесь ими потому что да с одной стороны не стоят вкусно пахнут другой стороны они аромат рано или поздно выветривается он не может все время держаться вот и это был наш с вами последний продукт на сегодня и пожалуйста в комментариях что закончилось у вас в январе 24 года и чтобы вы могли посоветовать другому человеку я надеюсь это видео вам понравилось и вы нашли его полезным если да не забывайте пожалуйста ставить пальчик вверх подписаться на канал большое спасибо за просмотр желаем хорошего дня отличного настроения и пока пока